Добрый вечер! Такого особого, такого цельного вывода нет. В основном обычные разговоры, соответствующие, естественно, духу времени. А время сейчас у нас, время конфронтации. Ничего особенного. Меня больше обратил внимание на то, что я считаю тактической ошибкой генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Я не помню, это в Риге было сказано или не в Риге. Счел необходимым напомнить всем, в том числе, естественно, и России, о том, что НАТО не имеет обязанности защищать Украину в случае конфликта. Все это знали, в общем. И ни для кого это не было удивлением. Но когда это было подчеркнуто, артикулировано главным руководителем НАТО, ну, официальным, да, это вызвало у меня некоторое непонимание. Для чего ему нужно было давать такой аванс, в данном случае, тем российским пропагандистам, тем российским политическим кругам, которые, в общем, наверное, и не мечтали о таком подарке. А почему действительно? Это он в Риге сказал, и многие местные эксперты тоже обратили внимание на эту фразу. Казалось бы, но его об этом не спрашивали. Но, тем не менее, вот это было произнесено. То есть это можно рассматривать как попытка, может быть, не очень такая уклюжая, попытка примирения, знак примирения с Россией. Смотрите, мол, мы за Украину воевать не пойдем. Я думаю, что это была просто, как я уже говорил, тактическая, как минимум тактическая ошибка. А так, называя вещь своими именами, обычная глупость, никто его за язык не гянул. Вообще интересно, наблюдая за этим саммитом, сейчас поделюсь своим субъективным мнением, интересно, согласитесь, не согласитесь, у меня было ощущение маятника. Потому что, с одной стороны, была жесткая риторика, не позволим, не простим, утопим в санкциях и так далее. А с другой стороны, давайте договариваться, давайте разговаривать. Мы хотим с Россией иметь стабильные, хорошие отношения. И иногда складывалось впечатление, что страны НАТО, их там достаточно много, они до конца сами не определились со своей позицией, что делать с Россией. Я думаю, что внутри НАТО, как организации, существуют некоторые разногласия относительно тактики поведения в отношении России. И я думаю, что здесь именно это и сыграло свою роль. В России, на ваш взгляд, она блефует, когда спутники показывают, что на границе много войск с Украиной. Это блеф или это реальная подготовка к войне? Ну, бог его знает, если спутники показывают, то вряд ли это блеф. Но, с другой стороны, я вам скажу, что я не помню никаких сообщений, и тем более не видел никаких видеосюжетов, на которых рассказывалось бы о тыловой инфраструктуре войск, которые размещены на территории России, на границе с Украиной, и на территории Украины, вблизи линии разграничения между сепаратистскими анклавами и остальной Украиной. И для меня это, в общем, признак того, что, в общем, конечно, ни та, ни другая сторона не готовится к каким-то активным боевым действиям. Потому что мало иметь войска на границе, нужно иметь еще и тыловую инфраструктуру, заточенную на поддержку каких-то действий, активных боевых действий. Если этого нет, то это, в общем, очевидный совершенно признак, ну, некоторого блефа с обеих сторон. А этот блеф, вот если говорить с точки зрения дипломатии, позиций государств, то есть вы как профессиональный дипломат, для чего это создается? Ведь много аналитиков, которые считают, вот как раз вы упомянули про тыловую инфраструктуру, я вчера читал статью американского военного аналитика, который объяснял, что как раз почему Россия не может далеко войти, если попытается начать военную операцию, потому что как раз вот проблемы со снабжением, чтобы одну установку залпового огня содержать, нужно еще несколько грузовиков, которые будут снаряды подвозить. А, наверное, в НАТО это понимают. То есть как это работает на уровне дипломатии, этот торг? Как все это устроено? Ну, вы знаете, я вот помню президент Путин, встречаясь с дипломатами в российском МИДе, вот он, не знаю, умышленно или нет, может быть, случайно просто этого не вырвалось, выразил удовлетворение тем, что российская дипломатия умело создает напряженность в наших отношениях с западными странами. И больше того, он даже сказал, продолжайте делать то же самое, продолжайте поддерживать этот уровень напряженности. Я думаю, что это, в общем, конечно же, не очень уместные слова в устах любого государственного деятеля, тем более в устах президента суверенного государства. Но, тем не менее, это было сказано. Вот я думаю, что когда сейчас раскручивается вот этот вот маховик истерии, прежде всего, конечно, России, но ее западные партнеры здесь тоже особо далеко не отстали. Вот я думаю, что это делается для того, чтобы цена каких-то возможных гипотетических договоренностей, которые могут быть достигнуты, даже промежуточных договоренностей, резко повысится. То есть политические дивиденды, которые смогут получить, сначала подняв напряженность, а потом договорившись о ее снижении, я думаю, велики. А вот и инициатива здесь явно совершенно исходит от России, что вызывает, ну, мягко говоря, не то чтобы даже недоумение, в общем, это ожидаемое, такое поведение ожидаемое, но все-таки огромное сожаление. Ну, а если это сравнивать с шантажом, с попыткой поставить там партнеров, оппонентов к стенке, какие у этого могут быть побочные эффекты? Ведь все спрогнозировать нельзя, как я понимаю, и вот мне просто интересно, как дипломатия решает эти вопросы. То есть парадоксально то, что играет на напряжение, казалось бы, дипломатия должна играть на снижении уровня, ну, по классике, понимаем, что, наверное, бывает по-разному. Вот, тем не менее. Ну, играет, разыгрывает напряжение и возмущение не столько дипломатия, дипломаты в основном, ну, если не считать самого министра Лаврова и его вот эту вот девицу, как ее фамилия? Захарова. Захарова, да. А вот остальные так в основном помалкивают. Вот, дипломаты в этом смысле более опытные люди, чем представители других государственных ведомств. Они понимают, что, в общем, такая ругань и такая взаимная игра на нервах, она ничего не дает в результате. И она, конечно, ничего и не даст. А вот, но, тем не менее, да, конечно, я не слышал аналогичных заявлений со стороны Запада, а вот заявления, воинственные заявления со стороны российских должностных лиц, они идут сплошным потоком. Я не вижу здесь каких-то стратегических замыслов. Я вижу здесь попытка напугать и запугать. Чего хочет Россия добиться такой тактикой? Я даже не знаю. Ну, вот президент Путин, он как раз там же на встрече с дипломатами российскими, о которой я говорил, вот он, значит, рассуждал о том, что России остро необходимы какие-то серьезные гарантии безопасности, что довольно звучит странно, я бы даже сказал смешно. Какие гарантии безопасности могут быть достаточны для государства, которое по определению не верит своим партнерам, а Россия никому не верит, естественно. Так действует Северная Корея уже несколько десятилетий, когда она требует от США гарантии безопасности, и при этом с порога заявляет о том, что она, конечно, США не верит и никогда не поверит. Примерно то же самое и здесь. Зачем это нужно? Бог его знает, зачем. Но вот сейчас начали после знаменитой реплики господина Путина о какой-то красной линии, которую он, ничтоже сумняшися, как говорят, провел поперек территории Украины. Вот, дескать, эта красная линия, за которой территория, любые действия Украины и ее, грузей и союзников, будут восприняты России как неприемлемая угроза ее безопасности. Почему, собственно, Россия присваивает себе право определять какие-то красные линии на территории другого государства? Уму непостижим. А вот, ну, сейчас вот теперь говорят, уже сегодня прозвучал тезис о том, что прием Украины в НАТО – это еще одна красная линия. Ну, вот давайте представим себе. Ну, хорошо, и что дальше? Ну, красная линия. Ну, приняли Украину в НАТО, что Россия начнет войну против Украины и НАТО. Она ее сейчас не начинает. Именно потому, что, в общем, конечно, опасается реакции Запада, которая может быть отнюдь не только военной, она может быть и политической, и финансовой, и, конечно, экономической. Россия ничего этого не хочет. Так что программа «Минимум России» состоит, видимо, в том, чтобы добиться отмены хотя бы части санкций, а лучше всех санкций вообще. Ну, а задача «Максимум», наверное, состоит в том, чтобы получить от Запада документальные, написанные на бумаге и подкрепленные подписями и печатями государственными. Заверение в том, что, во-первых, Украина никогда не будет принята в НАТО, а во-вторых, инфраструктура Альянса никогда не будет размещена на территории Украины. Я не очень понимаю. Это вечная история, которая идет еще с конца 80-х годов, с переговоров об объединении Германии, где вот этот вот тезис о неприемлемости распространения НАТО на Восток впервые прозвучал. И, собственно, он не дал попытку добиться от НАТО каких-то подобных гарантий, тем более документально закрепленных гарантий. Сейчас эта попытка повторяется с еще более негодными средствами по сравнению с теми, которыми располагал Советский Союз в конце 80-х, в начале 90-х годов. У нас звонок зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Да, здравствуйте. Анна, меня зовут. И, зрение, я бы хотела взять на тебя смелость и, уважаемого гостя, поправить. Все-таки, что касается Марии Захаровой, она не девица, а женщина. Но хотелось бы прямой антипасе с Мариной Захаровой сразу отмечать. Но так или иначе, все же. Как вы вообще относитесь к женщинам в политике? Вот Светлана Тихановская, которая так недооценивала Александра Лукашенко, сейчас шведским премьер-министром стала женщина. Это разные, конечно, истории все-таки. Но мне больше интересно, как на постсоветском пространстве. Насколько вообще вероятно женщина руководится? Какое ваше отношение? Спасибо. Я думаю, что я к женщинам отношусь... Да, пропал звук у нас, к сожалению. Женщин сейчас, которые преуспевают в своих ролях политических руководителей, ведомств разных, министерств и прочее. Мне, например, очень нравится премьер-министр Новой Зеландии. Замечательная женщина. Но, понимаете, есть женщины в политике и есть женщины в политике. Разные. Вот с моей точки зрения, Мария Захарова, которую вы считаете женщиной, назвали женщиной, а вот она как раз, если угодно, худший представитель женщин в политике. Потому что, в общем, она... Да ничем она не отличается от пропагандистов той же самой Ольги Скобеевой. Женщин в Государственной Думе, женщин в Совете Федерации. Так что ее роль я оцениваю сугубо негативно. И она, наверное, сама понимает, что, в общем, другой роли для нее в ее профессиональной карьере быть не может. Кстати говоря, вот вспоминая о прошлом, Валентина Матвиенко, ну, председатель Совета Федерации, все мы знаем ее сейчас. Может быть, не все считают... Не все знают ее с лучшей стороны. Но должен сказать, что в свое время на посту посла России в нескольких странах, в двух, по-моему, она была вполне уместна и была вполне себе на месте. И, в общем, внесла некоторый вклад в российскую дипломатию. Какой вклад внесет Собяковая Захарова, я просто теряюсь в догадках. Думаю, что никакого. Продолжение следует...